Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон, вновь играем, помните, игрушка Rebel Inc. Я прошёл, в общем, прошлой серии мы пытались, пытались и не могли пройти вот этот уровень Южная Пустыня на самом высоком уровне сложности. Я прошёл за кадром, причём, знаете, вот сразу как закончил, я там маленько поменял свою тактику, когда вот закончил прошлое видео, и за кадром попробовал два раза, и вот на второй раз, со второго раза прошёл. Хотя дело примерно одно и то же, но там, знаете, иногда бывает удачно факторы складываются, неудачно. В общем, сегодня прямо на видео попробуем ещё раз пройти эту миссию, ну, чтобы получилось, прям видосики, надеюсь, получится. Если не получится, то выкладывать не буду, буду пробовать пока не получится, наверное, как-то так. Финальные версии уже скажу. Так, вторая попытка, третья попытка, вот какую попытку услышите, значит, так долго мы парились. Итак, ребят, первая попытка, вторжение за... Ну, знаете, у нас всё начало маленько налаживаться, но слишком поздно. Так, вторая попытка, ребятки. Ну, кстати, неплохо у меня сейчас было, на самом деле, первый раз, но слишком поздно. Ну, как бы, плохо начали маленько, могли бы чуть-чуть получше, поэтому как-то это, чуть-чуть не успели. Так, с чего начнём? Начнём вот с этого глазика, ребят, чтобы быстрее всё видеть вокруг. И с гражданских простеньких инициатив. Там водопровод, вот так вот, чуть-чуть, пока что на этом остановимся. Чуть-чуть подождём сейчас, видите, там уже дороги чинят, прочее. Неплохой у нас сейчас форт-пост размёщён, мне кажется, нормально. Так, теперь правительственные. Рупор возьмём. Кстати, хорошо бы вот это сразу, антиинфляцию взять. Антикоррупцию тоже, пускай сразу помаленьку подавляет. И гражданские инициативы. А вот, знаете, что ещё хорошая штука? Вот эта вот вещь, отличная вещь. Ну и вот эти две надо взять. Так, вот это мы тоже берём. Это нам лишние деньги будет давать периодически. А деньги на мох как нужны, особенно пока у нас нету стабильности в регионах. Для того, чтобы была стабильность в регионах, возьмём вот этот щиток. Вон, видите, уровень поддержки сначала маленько понижает, но потом мы сможем взять второй щиток, который уровень поддержки повысит. И, в принципе, защиту регионов повысит. Как бы хорошая вещь. Террористам будет сложнее захватывать наши земли. Это нам поначалу, я думаю, очень поможет. Ну и что-нибудь и гражданские там, инициативы тоже. Вон, больнички. Давайте. Так, что у нас здесь? Так, сделаем так, чтобы финансировали только нас. При этом будет маленький рост коррупции. А то у меня, видите, у меня правитель военный, у него всё очень плохо с коррупцией, поэтому мы хотя бы так, я думаю, ну, не позволим коррупции расти слишком сильно. Вот это тоже хорошая вещь. Международные связи. И, ну, её чем раньше прокачаешь, тем быстрее у вас будут улучшаться связи, ну, как бы международные. Это потом будет помогать ослаблять террористов, когда будет появляться определённый специальный квест. Потому что там либо ты за счёт международных связей их ослабишь, либо придётся платить деньги, либо тебе террористы будут становиться сильнее. Поэтому лучше платить не вариант. И чтобы террористы становились сильнее, ну, тоже нехорошо. Так, смотри, за 4 повышаем репутацию. Блин, а что сделать, чтобы вот здесь появилось такие чаши весов? Хорошая вещь. А, наверное, рупор надо взять. Там прямо много за это дают, за чашу весов. Много гражданских, ну, как бы, повышения уровня поддержки. Ладно, пока что что-нибудь ещё закинем вот сюда небольшое, потому что инфляция не сильно растёт. Потому что можно. И на самом деле уже в ближайшее время придётся войска тренировать. Но у нас пока что всё с гражданкой не очень хорошо. Не все апгрейды взяты, которые я хотел бы. Вот этот рупор, а однозначно надо брать. Стоит дорого, правда. 16 монет. Но хорошо бы успеть его взять до того, как нам придётся тренировать войска. Так, отлично, берём. Нам нужно уже какие-то сектора стабилизировать. Сколько у нас тут уровень поддержки? 600 человек нас всего поддерживают. Не густо. А мятежники уже готовятся напасть. Это значит, что нам нужно уже тренировать свой первый отряд. Дайте денег, а то не успеваем. Пока что пускай они идут в столицу. Оттуда уже, ну я не знаю, сюда отпускай пока что проскаутят. Так, щиточек. Копим сейчас, ребят, на щиточек. Террористам будет сложнее захватывать наши регионы. Ну и уровень поддержки возрастёт, так что это хорошая вещь в любом случае. Чё, вот сюда напали, да? Идите сразу, отбивайтесь. Ну дайте мне ещё чуть-чуть щиток повысить. Дайте мне чуть-чуть на щиточек. Мне бы, правда, уже вторая армия не помешала бы. Блин, этот регион тоже, да, под ударом. Так, поддержать проект строительства больницы. Уровень поддержки возрастёт. Коррупция значительно вырастёт. Шанс того, что... Ну, да-да-да, давайте. Нам не помешает поддержка в этом регионе. А то он какой-то слишком тёмный. И нам нужны ещё военные сейчас, срочно. Срочно нужны военные, ребят. Срочно. Так, ладно, отступайте. Главное нам, ну как бы... Да, там мы репутацию теряем, но... Куда деваться? И нам нужно, знаете, что сейчас? Вот эта вещь нам нужна. Прямо чем раньше, тем лучше. Потому что смотрите, сколько у нас поддержки вырастет за счёт этого. В прошлый раз моя ошибка была в том, что я вот как раз вот эту вещь... Вот сейчас, когда я первый раз играл, не прошёл, за кадром оставил. Я вот эту вещь слишком поздно купил. Она бы мне помогла быстрее регионы стабилизировать. И нам нужно уже правительственные войска, на самом деле, начинать тренировать. Нам много чего нужно, видите. Всё, не успеваешь. Вот в чём проблема. Но, по-моему, начало у нас уже более-менее положено, как бы. Сейчас единственное, что с коррупцией проблемы. И борьба с ней слабая. Но в целом сейчас, как бы... А, понимаете, военные... Вот вся тренировка военных очень сильно повышает коррупцию. Ну, куда деваться? Что здесь? Провести рейд. Чтобы найти и уничтожить, возможно, неизвестный шанс того, что... Так, привлечём сторонников, потратив 4 доллара, коррупция возрастёт. Привлечь сторонников в таком отдалённом регионе? Ну, давайте узнаем, что это даст. Чё-то плохое. Уровень поддержки упал. Ну, у меня и так там поддержки никакой не было. Слишком далеко от меня. Так, я думаю, надо сейчас, ребят, тренировать военных. Несмотря на всю коррупцию, но они нам скоро очень понадобятся. Тем более, вот эти вот голубенькие отряды, это наёмники. Они воюют за нас какое-то время. Потом они говорят, мы пошли, у нас контракт окончен. Они помогают сейчас на начальном этапе, но потом всё. Какую-нибудь гражданскую инициативу взять пока что, да? Ну, инфляция-то не растёт. А гражданские инициативы нам нужны всё равно. И нам, наверное, нужна авиация. А то мы здесь завязали, у нас ничего не движется. Отлично, первый рестабилизированный регион появился. Но нам нужно и гораздо больше. И нам нужна авиация. Пускай она пока что будет слабенькая, но она нехило помогает. Да ё-моё, вы шутите? Они прям меня прессуют. И они отхватывают регион за регионом. И мне трудно сейчас что-то им противопоставить. Мы, конечно, сейчас... Ну, я не знаю. Коррупция. Смотрите, как коррупция скачет. Но мы всё равно закажем ещё один отряд военных. Иначе я не знаю, как справляться тут. Принести извинения. Шанс того, что скрыть не удастся. А чё так много, 10%? 10%. 10% это многовато. Там можно повысить точность. Так, второй стабилизированный регион. Отлично. Пока что ещё, ребята, держимся. Но знаете, в чём наша проблема? Очень скоро у нас будут отлетать вот эти вот три отряда наёмников. Которые за нас сейчас дерутся. И нам надо до тех пор как-то успеть уйти в армию. Но коррупция у нас при этом скачет сейчас неимоверно. А коррупция понижает уровень нашей поддержки. Нам сложнее стабилизировать регионы. Вот как бы тут всё завязано. А, если вы одновременно... Множество подразделений одного и того же типа, на них, на их подготовку идёт больше времени. Ага. Но сейчас один уже будет готов, так что ничего страшного, наверное. Может, вот здесь дожать их врагов? Знаете, нам бы ещё фортпост изучить. Вот где-нибудь здесь поставить, чтобы он помог вот этих выдавить. Попробуем сейчас здесь задавить врагов. Блин, ну нам нужно войска либо отзывать, либо за шесть репутаций продлить их срок. Давайте, ладно, шесть репутаций на один срок продлим здесь отряд. Будем надеяться, что это нам поможет додавить врагов. А вот шанс скрыть 5% пойдёт. Так, и что берём? Фортпосты берём, я думаю. За 11. Нам нужны фортпосты. Так, здесь... А, что, мы здесь даже отбились? Ну-ка, давай тогда... Не-не-не, погоди, погоди вот сюда тогда. И здесь фортпост. Ну ладно, здесь тоже неплохо. На самом деле. Здесь потому что что-то сейчас... Нездоровая обстановка. Даже, знаешь, вот ты пойдёшь сейчас сюда. Что-то здесь всё совсем плохо. Надо этот фланг тоже как-то сдерживать. Регионы помаленьку зеленеют, так что... Так что продолжаем вкидываться максимально в военку. Вот хороший вариант, кстати. Вот что у военного, именно у героя, который у нас сейчас командующий, неплохо. У него есть вот эти два навыка. Ни коррупция, ни инфляция не растёт. А сила войска поднимается. Неслабо. Вот туда можно сейчас удариться. Но это повышает силу только правительственных войск, которых у меня сейчас нету. Зато два отряда тренируются. Я думаю, даже, знаете, может быть сейчас нанять всё-таки один временный отряд. Потому что скоро у нас начнут отваливаться все эти... Да, нам нужен он будет сейчас. На первое время, пока военных не обучат, нам нужен будет вот такой вот отряд за 18. Так, ну-ка вот это спасайте. Так, и один отряд пойдёт куда? Либо вот здесь поддержать наших. Либо вот здесь. Давайте сюда. Здесь уже есть форт-пост. Так, по военке вроде сейчас нормально всё складывается. Сейчас ещё два отряда правительственных к нам подъедет. И будет вообще всё хорошо. Может быть взять вот эту штуку, чтобы реже мазали наши истребители. А то скоро из-за этого могут начаться проблемы. С коррупцией высокой. Может всё-таки с коррупцией как-то вот побороться. Может быть. Ай, блин. Видите, их уже приходится отзывать. Давай тогда ты сюда. Так, ну у нас сейчас уже правительственные будут войска. Помешать коалиции вывести войска. Так, коалиции выводят солдат. Дать согласие на временный вывод воинского. Особого отношения. Шанс того, что потребуется компенсация. Шанс того, что замену удастся найти быстро. Шанс того, что решение вызовет неодовольство. Блин, а что? Да пускай выводят. Господи. У нас сейчас уже подъезжают правительственные войска. И скоро будет ещё один отряд. Я думаю, мы можем сейчас прямо усилить военную группировку нашу. Вот этими двумя скиллами. И будет вообще всё отлично. Так, здесь нам сейчас, наверное, придётся вот так сделать. Блин, ну вот здесь жёсткие враги, да? Но их надо, мне кажется, зажимать. И дожимать. Так, а вы чё? А, туда ещё не пришли военные. Предупредил, что они столкнулись... Так, ну да, нас... Нам говорят, что у нас очень высокая коррупция. Ну, может вот так вот, да, ещё за двенашку повысить скорость борьбы с коррупцией. Сейчас. Давайте чуть-чуть поборемся с коррупцией. Высокий уровень коррупции нам сейчас мешает это быстрее стабилизировать ситуацию в регионы. Ну, хотя, помаленьку захватываются нормально. Так, ужесточим правила, чтобы авиация реже косила. Здесь что? Придётся отозвать ещё отряды домой. Поэтому продолжаем усиливать нашу военную группировку. Почему вот этот отряд не поддерживает этот? Потому что они ещё пока что регион, да, не разведали. О, нашли базу мятежников. Ну, сейчас мы её уничтожим. Построить гарнизон здесь? Блин, ну, постройте, конечно, но от него здесь, на самом деле, ну, не самое лучшее место. Хотя вот здесь отряд поддержит нормально. Так, а здесь у нас что? А, ну, скроем факты. Блин, а не удалось? Там такой маленький шанс был, что он не удастся и нам не удалось. О, 25%. Да давайте заплатим 3 доллара. Чё-то большая вероятность того, что не выйдет. Извинения приняты. Отлично. Новое подразделение коалиции в качестве замены того, что было отправлено на войну в другую страну. Можете размещать его. Отлично. У нас подразделение коалиции. Давайте сюда, а то сейчас там что-то какая-то беда. Лагерь уничтожен врагов? Отлично. Сейчас мы начнём их давить, надеюсь. Вот здесь бы успеть до того, как они регион отхватят. И знаете, что я думаю? Ещё один отряд можно, чтобы прям вообще дожать террористов. Либо усиливать наших военных уже мощно. Блин, даже не знаю, куда бы мне сейчас удариться. Давайте уровень поддержки значительно повысим. Вот это будет хорошо. Сейчас быстро стабилизация регионов пойдёт. Это нам нужно, чтобы денег больше зарабатывать. Ну и чтобы репутацию меньше терять. Что, террористы начали убегать? Ну и отлично. Идём сразу на перерез. Соплатим денег. И, наверное, мы сейчас... Наверное, мы сейчас, ребят, возьмём вот этот апгрейд. Слишком часто наша авиация фейлит. Бомбит не туда, куда надо. Поэтому я сейчас прокачал им точность. А то, видите, они постоянно бьют по мирным. И приходится это платить деньги. Да ж... Так. Ещё ужесточить правила? Нет. Давайте оставим как есть. Так. И, наверное, чё? Чё сделаем? Увеличивает боевые бонусы, которые солдаты получают от гарнизонов. Можно. Либо ещё один военный отряд. Но чё-то сильно коррупция повысится. Давайте просто усилим те отряды, которые сейчас у нас уже есть. Сейчас посмотрим, куда они будут убегать. Туда направим вот этот отряд, второй военный. Боевые бонусы, которые получают солдаты от гарнизонов, сейчас повысим. У нас, видите, вот здесь поддержка с двух гарнизонов идёт, а всё никак побороть не можем. Сейчас будет гораздо проще. И здесь будет проще. Так, здесь у нас что? Пригрозим террористам. Три единицы репутации получим. Они чуть сильнее станут, но ничего страшного. Но мы вроде и так справляемся. Видите, гоняем их из сектора в сектор. И я хочу, знаете что? Я хочу всё-таки, несмотря... Ну или всё-таки сначала повысить уровень борьбы с коррупцией. Да, сначала повысим уровень борьбы с коррупцией, а потом наймём ещё один отряд правительственных войск. И гражданские инициативы. Мы их можем сейчас на самом деле клепать одну за другой. Потому что они дешёвые, это раз. А два, у нас инфляция от этого вообще почти не растёт сейчас. Да, этим надо было даже раньше заняться. Здесь пока что продолжаем гонять двумя отрядами туда-сюда террористов. Да как вы успели, блин? Здесь у нас что? Ну, один доллар всего недорого. А вот это беда. Нас это на новый фланг заставляет смещаться. Нам нужен сейчас ещё один отряд военных. Видите, а то приходится по всей карте. Так, вы пойдёте сюда тогда, а вы пойдёте сюда. И нанимаем ещё один отряд военных. И нужна вот эта штука тоже. Повышает скорость передвижения военных. А то, вот видите, где-то даже не успели. Мобильности не хватило. Возможности предоставить войскам государству доступ к воздушной поддержке коалиции слегка усилит солдат государства, слегка ослабит солдат коалиции. Вот это отличный вариант для нас. Потому что у нас солдат коалиции уже практически нету. Последний остался. Поэтому нам надо усиливать войска государства. Блин, два региона у нас отжали. Как так, ребят, получается? Это очень плохая новость. 8 долларов. А, вот. Вот, отлично. Вот для чего мы качали, ребят, дипломатию. Чтобы забесплатно понижать силу террористов. Это вот за счет вот этого навыка, вот этого международной связи. Мы сейчас можем бесплатно ослаблять иногда террористов. Даже не знаю, что сейчас взять еще. А гражданские инициативы я хочу чуть-чуть подкачивать. Вот унитазы пускай золотые изучат. И, наверное, вот сюда. О, не-не-не, вот сюда. Что-то тут у нас вторжение. Вот это нету смысла. Очень дорого. А эти отряды скоро все равно пропадут. Нам лучше сейчас уже делать ставку на наших солдат. Уровень поддержки в зонах с гарнизонами можно взять. У нас как раз гарнизоны что-то пока что не зеленые. Зоны с гарнизонами можно взять за восьмерочку. Хорошая вещь. Улучшить безопасность в зоне с гарнизонами. Ну, пока у нас и так нету опасности в этих зонах с верхней зонами. Так, отлично. Еще один гарнизон строим. Так, парни. Что-то мы сейчас это... Зону рискуем потерять. Так, и здесь тоже рискуем. Так, давайте вы сюда. Так. Вот эту штуку для мобильности. Или... Погодите. Давайте сначала коррупцию снизим. Уровень поддержки неплохо, кстати. Еще повышает себя. Это борьба с коррупцией. Вот это, я так понимаю, сразу снижает коррупцию. Ну, один раз снижает вот немного. А вот это дает просто постоянный уровень снижения коррупции. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Давайте вот это возьмем. Это как бы такой на перспективу ход будет. Да что же вы будете делать? У нас здесь и здесь сразу сейчас. По двум направлениям. Давайте вообще, ну, как бы вот так сделаем. Будем прям бороться там, где есть угрозы. И нам нужен, блин. Ну, военных мы больше нанять не можем. Нам нужно хотя бы их скорость передвижения повысить, чтобы быть мобильными. Ну, а оно там не только скорость передвижения повышает. Оно повышает, в принципе, ну, как бы и силу военных тоже чуть-чуть. Так, отлично. Еще один отряд готов. Сейчас, куда его? У нас, блин, здесь террористы, здесь террористы. У нас, блин, везде террористы. Наверное... Зону с гарнизоном они, наверное, долго будут захватывать. Так, блин, вы что-то как-то в обход. Ну, идите, что делать? И давайте вот так, да, усилить безопасность в зонах с гарнизоном. Нам это сейчас не помешает. Потому что там что-то в зоне с гарнизоном. У нас сейчас движ какой-то. Как бы не потерять еще этот гарнизон, пока тут военные на подходе. И можно сразу еще военных... Блин, скорее, ребят, там что-то на вас нападает жестко. И вот усиливаем еще, в принципе, всех военных. Солдат. И нам станет сейчас проще воевать. Так, ты давай сюда. Ты давай, наверное, сюда сразу. Не, мы сейчас тут отобьемся. Гарнизон еще наш. Ребята, отбейте гарнизон. Не дайте его врагу. Так, ну и что там? Давайте военных сейчас это усиливать дальше, да? Беспилотники возьмем. Вообще, разведка наша все, да? По идее. Как там? Царица войны или как там ее называют? Солдаты быстрее разведают. Я думаю, сейчас у нас все идет на поправку. У нас уже неплохо по военным. Мы все больше захватываем регионы. Так, блин. Вот вы, наверное, пойдете спасать ситуацию в этом регионе. Здесь у нас что? Пригрозим, чтобы поднять репутацию. Так. И сразу ослабим вот так террористов. То, что мы им пригрозили, их чуть-чуть усилило. А вот эта штука, наоборот, ослабила. Зажимаем их здесь на последних двух регионах, где они тусят. Ну, хотя это не зажим. Они сейчас просто убегут в соседнюю зону. Тут можно прямо зажимать врагов. Но мы пока просто за ними бегаем. Нам не важно. Бьем их помаленьку. Нам важно то, что пока мы тут их хотя бы просто сдерживаем, у нас в целом идет неплохое развитие гражданскими инициативами. Ай, второй рупор мы взяли, да? Можем еще, кстати. О, смотрите, уровень поддержки значительно возрастает. И, в принципе, как бы мятежникам сложнее захватывать новые территории. Правда, коррупция растет. Сколько стоит? 16. А антикоррупция 13. Давайте сначала возьмем последнюю антикоррупцию. И потом вот сейчас за 16 возьмем еще щиток. Так, мы нашли... Так, вы что, хотите уйти? Может, вас оставить еще пока что? Ну, давайте хотя бы сейчас чуть-чуть они грамулечку побудут с нами. Но оставлять я их не буду. Я их отправлю в Асфояси. Оставлю себе репутацию. Так, вы тут отступить, да, решили? А мы тоже отступим вам лагерь. Сейчас разрушим. Так, эти убегают. Но здесь лагерь по-прежнему. Сейчас мы лагерь уничтожим. И последуем за ними. Этих уволим. Мне ничего сильно не даст их. Там еще один срок службы. Так, что там? Поможем солдатам. Так сказать, на местах развивать отношения с местными жителями. Лагерь можете уничтожить и все. И пойдемте отхватывать соседнюю территорию. Я вот из-за этого задержался, чтобы лагерь. Солдаты коалиции. Но это нам не важно. Я даже не знаю, что нам сейчас важно. Нам, наверное, сейчас вот самое важное для нас просто уже гражданские инициативы. Быстрее внедрять. И все. И уже можно там это... Телерадиовещание сейчас еще возьму. Чтобы вообще поддержка быстро росла. Так, давайте-ка вы, наверное, вот сюда пойдете. Усиливает авиаудар. Можно взять. Можно... Давайте вот, смотрите, как поддержка скакнет. Пригрозим террористам. Получим три репутации. Так, выйдите. Спасайте ситуацию. Сделавших прививку, растет полная вакцинация региона. Теперь... Угу. Что у нас, видите, все неплохо. И по медицине все нормально. Ну, смотри, как поддержка возрастет. Давайте. О, гарнизон. Отлично. Тем более в таком неплохом месте. А здесь у нас что? А, ослабить террористов за бесплатно. Тоже хорошая вещь. Нам еще вот этот город, да, наверное, сейчас мы возьмем его. Он, видите, уже застраивается. И вообще отлично будет. Вот эту сейчас штуку возьмем, наверное, чтобы наши войска помогали нам. Они как раз находятся обычно в таких враждебных регионах. И вот эта вещь нам поможет быстрее эти враждебные регионы делать менее враждебными. Чтобы там меньше поддержки террористов было на местах. Можно взять еще вот как бы такую вещь, чтобы разведчик усиливал солдат. Вот он сейчас летает над солдатами. Пускай он их еще усиливает. Я чувствую, ребят, мы уже побеждаем. Вот сейчас как бы нормально справляемся с врагом. Как бы уже чувствую, что все хорошо идет. Сейчас еще смотрите, как поддержка возрастет. Правда, вместе с коррупцией. А можно, в принципе, тоже подождать подороже. И коррупцию ослабим, и поддержку поднимем. Ну да, сейчас просто подождем до конца уже. Вкачаем антикоррупцию. И отлично будет. Долго-долго сюда едут военные. Пригрозим террористам. Еще плюс три репутации. Видите, тут как бы они периодически. Можно там либо начать переговоры с террористами, либо ничего не делать, либо пригрозить террористам. Грозишь террористам, получаешь репутацию на халяву. Отличная вещь. Но, как бы не совсем на халяву, террористы становятся чуточку сильнее. Но если вы как бы в военном плане и так, у вас проблем нет, а у меня сейчас нет проблем в военном плане, то вы можете себе это позволить. А, блин, я же не это хотел, я же вот это хотел, да, что-то я сфейлил. Ну, ничего, сейчас. Убегайте, да, друзья? Ну, а мы сейчас... А, нет, давай вот сюда вот, пойдем. Тут еще, кстати, в правительственных, вот это хорошая вещь, помогает быстрее, чтобы, ну, как бы вот эти там строятся дороги, школы и прочее, чтобы это все строилось быстрее. Нам бы уже, наверное, не мешало бы это дело взять. Да, мы, наверное, это дело сейчас возьмем, чтобы быстрее уже все зоны под себя подминать. Самые, ну, слабо нас поддерживающие зоны в горах, поэтому мы, наверное, возьмем вот, как бы, чтобы в горах строилась быстрее инфраструктура, там, и так далее. Школы, детсады, чтобы нас быстрее там поддерживали. А вот это что? Это в пустыне, да? Нет, это считается, тут есть горы, города, ну, и просто сельские зоны. Вот это, наверное, считается, как сельские зоны, вот эти равнины. Что мы повысим сейчас скорость в сельских зонах еще. Да и в городах тоже, почему нет? Так, а вот это что такое? А, это да, это, как бы, возможность поднимать репутацию по чуть-чуть. Ну, я на самом деле, ну, как бы, не вижу в этом особого смысла в этой демократии. Она деньги выкачивает из тебя постоянно, то выборы проведи, то еще что-то. Она, как бы, позволяет репутацию повышать, если у тебя все в порядке в военном плане. То есть, если в военном плане все плохо, то, ну, можешь пролететь. Но мне сейчас репутация не нужна, мне нужно, наоборот, вот быстрее, как бы, это. С репутацией у меня все в порядке. Мне нужно быстрее озеленять все вокруг, поэтому я сейчас именно на этом максимально сосредоточен. Вот здесь бы поставить один форт-пост. Ребята там, бедные, сражаются, никак не могут победить. Количество взрослых, умеющих читать, выросло. Отлично. Так, здесь регионы мы не дадим никому захватить. Так, смотрите у нас, что творится. Вторжение там, где не ждали. Но придется перевести один отряд военных сюда. И я думаю, ничего страшного. Продолжаем развивать гражданку. Вы уходите, а мы следом за вами. В штабе авиаудара. Давайте усилим, чтобы прямо прилетало жестко. Эй-эй-эй, опять регион потеряли. Так, здесь у нас что? Арестовать начальника полиции. Вы потеряете бонус безопасности. Бонус безопасности увеличится. Шанс того, что лицемерие закона вызовет недовольствие. Нет, что-то какое-то плохое решение. Ну вот, наверное, самое лучшее, да? А это что такое? А, скрытое давление. Отлично. Повышает уровень поддержки. Смотрите, как нехило, да? Сейчас повысится. Отлично. Так, а что у нас там? Мы полностью коррупцию-то качнули? Да, коррупция у нас в максималку. Ну и отлично, ребят. Сейчас попрет. Мы можем, в принципе, уже как бы не грозить террористам. У нас по репутации все и так хорошо. Просто продолжаем сейчас развивать все, что связано с гражданской сферой. Вот это, наверное, надо, да? Тут у нас, видите, до сих пор многие регионы как-то не исследованы. Так, эти отступают. Я вот думаю, мы сейчас не пойдем сюда. Мы сначала у них лагерь отожмем. Ну, кстати, вот здесь в игре есть такие вот моменты, когда ты уже прошел как бы черту переломную. И ты уже видишь, что ты победишь. Тебе просто остается вот просто, ну, как бы спокойно доиграть до победы. Чем я сейчас и занимаюсь. Даже уже не видно, насколько у нас гражданский уровень поддержки подрастет, потому что он у нас уже и так огромный. О, наконец-то гарнизон построили там, где я, ну, давно говорил, что не помешал бы. Смотрите, они сюда приехали, а мы как раз тоже сюда пришли. У нас 60, и у нас репутация растет вот сама по себе. Даже грозить не надо никому. Мы сейчас еще что-нибудь сделаем, я не знаю. Перезарядку авиаударов можно ускорить. Ну, давайте, что, по военке додавим террористов. Снижает риск. Давайте сначала снизим риск, а потом уже усилим перезарядку. Можем беспилотники. Время пребывания беспилотника, перезарядку беспилотников. Ну, давайте вот, что, они, кстати, коррупцию не повышают в беспилотнике, что хорошо. Хлоп-хлоп, все, ребят, последний регион осталось тут зелененьким сделать, да, тут парочку. Да, вообще, все сейчас неплохо. Так, что у нас тут, реформы какие-то? Согласно экспертной оценке региональные, так, реформы провести. Полная реформа, 7 долларов. Че, это так хорошо? Давайте попробуем сейчас полную реформу провести. А, и это, типа, чтобы получить две репутации. Да, бог с ним, давайте. Так, и здесь у нас... Ослабляем террористов. Здесь, на самом деле, знаете, как можно вот... Мне, на самом деле, вот не хватает одного еще военного отряда. Чтобы зажимать террористов. Может быть, взять, что ли, один отряд? Че, мне сейчас денег уже не жалко, в принципе. Я могу себе это позволить. Давайте возьму один отряд наемников. Мы зато благодаря этому отряду... Сейчас вот этот отряд, допустим, куда-нибудь в угол загоним и уничтожим полностью. Ну и вообще он, как бы, сопортить будет, помогать их быстрее. Видите, смотрите, мы их гоним на тот край. Сейчас они вот сюда зайдут, и мы их там уже и зажмем в угол. Так, здесь что берем? Че-нибудь... Авиацию, да, продолжим? Сейчас докачаем. Просто мне уже интересно, что-то стало не гражданку развивать. Она и так сейчас неплохо прет. А просто додавить террористов... Террористов уже поддерживает всего лишь 4000 человек. В основном все поддерживают правительство. Назаре. Они сейчас бегут сюда. И мы их тут просто зажимаем. Уже не даем им выйти. Так, здесь потеряли связь с реальностью. Так, отказать жить беженцам. Что здесь? Получите две репутации, коррупция возрастет. Одну репутацию, коррупция слегка возрастет. Давайте вот так. Нам репутация не нужна, лучше пусть коррупции не будет. Смотри, сейчас вот здесь террористов зажали в угол. Именно благодаря тому, что вот один отряд взяли. У нас теперь есть такая возможность. И пух, все, их уничтожили. Три отряда у нас сейчас освободилось. Можем что сделать? Можем зажать какой-то другой отряд террористов. Вот что мы можем. Так, ну и что? И здесь что-нибудь там. Вот это возьмем, вот это. Так, авиацию докачаем. И пойдем сейчас по правительственным, гражданским уже инициативам. Ну тут уже все, ребята. Тут осталось просто дожать. КОНЕЦ Смотрите, сейчас у нас здесь войска появятся. А они уже забомбили террористов. А не, вот смотрите. Со всех сторон поддержка. И они зажаты, им некуда деваться. Хлоп. Террористы в этом регионе развалились. И осталось один их последний отряд. Тут тоже окружить и уничтожить, скажем так. Ну я пока здесь войска оставлю, чтобы они разведли вот эту территорию, помогли здесь нам ее быстрее стабилизировать. А вот эти два, наверное, пока что туда отправим. Уже. Пускай гонят их пока что влево. Вот это все уже стабилизировано. Его тоже можно отвезти. Вот здесь один отряд солдат оставим. Он как бы помогает быстрее захватить сектор. Это последний сектор, который нас не поддерживает, да? Ну, не считая вот этого, где террориста. Так, ну и тут давайте последние инициативы на все. Вот красивый глобус какой-то. Террористов уже загоняем просто, как животных. Они не успевают бежать из одного региона в другой, как их уже и тут ловят. Отлично, они в угол себя зажимают. Так, давайте дороги построим. А мне кажется, дороги, они как бы это. Они помогают и военным быстрее перемещаться, если в регионах построена дорога. Они сейчас могут даже успеть этот регион захватить. Туризм создает рабочие места по всему региону. Экономический рост дает 3 единицы репутации и увеличивает уровень поддержки. Отлично. Давайте сейчас все дороги построим, какие можем. Там, кстати, на дорогах это, по-моему, должны писать. Дает бонус к строительству, бою и разведданным. Дает бонус к строительству, бою и разведданным. То есть, ну, как бы неплохо. Если есть дороги, то, в принципе, быстрее будет все строиться в регионах. Да? Все, террористов вообще нет на карте сейчас. Ну, и у нас стабильность уже 99%. Надо было раньше дороги строить, чтобы вообще быстрее все везде строилось. Войска можно раскидать. Так, это повсюду. Все, стабильность 100%. Ребят, победа. Вот так вот. Ну, дальше нас уже ждет тут следующее задание. Новый советник открыт. Поздравляем турист. Теперь в вашем распоряжении нанять открытого вами советника для следующей операции можно на экране. Это на самом деле обман, ребят. Тут, типа, советников дают в награду за прохождение. Но советники это такая вещь. Вот у нас следующая миссия будет. И здесь, как бы, ты когда начинаешь игру, ты можешь выбрать одного из советников. Допустим, вот которого мы открыли недавно. Но чтобы его использовать, надо приобрести премиум версию. То есть, советников мы все равно использовать не можем. Вот такая вот беда. Так что, что его мне дали, что его мне не дали, это вообще ничего в моей жизни не меняет. А он, скорее всего, ну, как бы, помогал бы легче проходить миссии. Ну и ладно. Нам, в принципе, и так нормально. Зато, чем сложнее, тем, наверное, интереснее. В следующей серии попробуем уже вот этот вот фисташковый лес. И здесь есть еще какая-то особая карта. Но, наверное, чтобы ее открыть, надо пройти сначала стандартную. Ладно, ребята, а у меня на этом все. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и до новых встреч. До новых встреч.